Опять, ну, мы, по-моему, кружимся по какой-то неправильной траектории. Это Паша Губарев. Неудачник проекта «Новороссия» и очень рассерженный патриот. И он на неправильной траектории. Не совсем понял вопрос. А это Игорь Стрелков-Гиркин. Военный преступник и тоже очень рассерженный русский патриот. Именно их будут бить, а не тех лампасных кретинов. Эти два товарища очень хотят крови, а главное, активно готовят новую русскую смуту. Власть, какая бы она ни была монархическая, если она перестает выражать волю народа, у нее начинаются проблемы. Планов Б десятки. На все случаи жизни, даже на случай отключения интернета. Как Гиркин и Губарев готовятся к войне всех против всех. Я Александр Преподобный. Давайте-ка разберем планы будущих полевых командиров новой гражданской войны в России. Это очень интересно. Знаете, вот это театральное амплуа военного преступника Гиркина, оно ведь не меняется из года в год. Он пермоментно расстроен. Ему, вот тому, кто нажал на курок российско-украинской войны в 2014-м, больше не дают солдатиков командовать ими и убивать. Ничего не остается, как злобно радоваться провалам его же конкурентов внутри России. Так что ждем начала мая. Вероятнее всего, враг пойдет наступление именно на майские праздники, где-то с первого по десятые. Гиркин, знаете, ожидает украинского контрнаступления, мне кажется, вот не меньше, чем мы, украинцы. А все для того, чтобы просто насладиться провалом российской армии. И знаете, это, пожалуй, одно из самых таких необычных, лично для меня, открытий этого года. Это то, с каким аппетитом русские патриоты просто пожирают друг друга. Наконец-то хозяин частной военной компании Вагнер, господин Пригожин, заявил о том, что Бахмут и его окончательное взятие стратегического значения не имеют. Может быть, потому что в Бахмуте, собственно говоря, ЧВК Вагнер уже потеряла всю свою пехоту. Подождите, стоп. Какие потери вагнеровцев? Подождите, а как же катастрофа ВСУ? Я не верю. Неужели российская пропаганда нам ворола? Пропаганда, официальная пропаганда российская практически скрывает от населения страны реальное положение на фронте. Кстати, клиенту Гаги вторит и Губарев, его соратничек по клубу рассерженных, ну, обиженных патриотов. И он тоже не любит официальную пропаганду. Я иногда, вот раз в неделю включаю федеральные каналы, вот, и, значит, мучительно там два часа уделяю тому, чтобы посмотреть, какая повестка. Там Россия-24, первый канал, там Вечер с Соловьевым смотрю. И я понимаю, что они в своем миру живут. Ого-го, какой опасный Паша, а ведь это действительно злой и правдивый Паша. Так что, получается, российское командование сознательно отправило своих солдат в бесперспективную мясорубку? Просто так для саморекламы? Не верю. Военачальник, по крайней мере, лицо, представляющееся в качестве военачальника, посылавших своих людей на убой, вдруг начинает признавать, что, оказывается, все это было не очень-то и нужно. Друзья, знаете, если вот не иронизировать, это вообще обычная еще советская практика, которые, кстати, очень гордятся в России, гордятся и выпивают за это каждое 9 мая. Вот 1945 год при штурме Берлина, например, в котором вообще не было никакой необходимости, Германия все проиграла, было потеряно 150 тысяч убитыми. Внимание, за одну неделю ничего не узнаете? Город, который, как он заявлял, чуть ли не решит исход войны, вдруг не имеет стратегического значения. Ну что ж, зеленый виноград, Евгений Викторович, зеленый виноград, понимаю. И, оказывается, именно из-за таких, как Пригожин и его покровителей, конечно, Россия движется напрямую к поражению. Причем, это не я говорю, это опять Гиркин. Если, кстати, друзья, согласны с Гиркиным, несмотря на этот каламбур, на канал ГРОЩИ подпишитесь и напишите, что думаете об этих рассерженных патриотах в комментарии. Полная безответственность военных и политических руководителей, которые проваливают один этап специальной военной операции за другим. Ну и, как обычно, в роли его такой мессии, Гиркин скромно предлагает себя, ну и свой клуб рассерженных патриотов. Это, знаете, такая себе тусовка по интересам, вроде как фанатов видеоигр. Только в Гиркинском клубе сплошь и рядом турбо и гиперпатриоты. Правда, собирали одно, а получилось, знаете, как приложение для знакомств. Ну, вроде Тиндера. Там, кого не свайпнешь, все очень рассерженные, даже слишком. Создание клуба привело к тому, что многие люди познакомились между собой, наладили личные контакты, посмотрели друг другу в глаза. Чего-чего в глаза? Может, еще, сказал бы, наконец-то все обнялись и взялись за руки? Знаете, это уже, честно говоря, напоминает очень рассерженную свингерскую вечеринку. Ой, мы там обнимались, и приятная встреча, приятная. Меня маргинализировали там. Маргинализироваться мне нельзя, у меня трое детей. Правда, и Гиркин, кстати, и Губарев полностью уверены, что в клубе они будут не только смотреть друг другу в глаза и обниматься, а еще и действовать. Ну, правда, не так, как вы вдруг могли подумать. Давайте посмотрим друг на друга для начала. Давайте обменяемся телефонами, давайте обменяемся логинами в Телеграм, давайте вступим в общий чат. Для начала. А это так и начиналось всегда, и у большевиков в том числе. Кстати, говоря, вот о Ленине, да, если мы заговорили, товарищи и господа турбопатриоты, а там собрались, вот знаете, все от коммунистов до монархистов, вообще непросто о нем вспоминают. Ведь это только на словах Гиркин и Губарев постоянно вторят, что не хотят смены режима, мы тут не за этим. Ну, не они, конечно, а их кураторы. Мы же понимаем, мы трезвые, что давать этим нямняшкам микрофон и камеру без контроля, это хуже, чем обезьянья гранату. Так вот, они хотят. Вот только говорить открыто об этом боятся. И они, и их кураторы. Неоднократно говорю, что наши власти в значительной степени находятся на планете розовых пони. И там они в розовых облаках, эти слоники, единорожки, чувствуют себя комфортно и совершенно забывают о том, что не везде так хорошо и здорово. Война резко сближает планеты. Недалек тот час, когда планета розовых пони столкнется с Землей. Очень даже возможно, что это завершится катастрофой. Ну, а все почему? Потому что у власти Российской Федерации угадайте с трех раз. Кретины! Уверен, что горизонт планирования, расписанный в бюрократических бумагах, у наших властей очень дальний. Годы и годы вперед. Формально, да. На бумаге все хорошо. А реально, что они планируют? Реально, они просто и происходят метания. Откровенное метание. Реакция, как у амебы, на внешние воздействия. Ох уж эти рассерженные патриоты. Они-то не такие. Исключительно профи своего дела. У них, знаете, все четко и по плану. Мы планируем собрать агрегатор, назвать его... Как же мы название придумали? Или порядочные сборы, или... Забыл. И вообще, единственное, что постоянно мешает этим турбопатриотам Гиркина, это проклятое общество. Оно оказывается в России инертное. Вот не хочет в черный пакет и все. Ну ничего, потирают руки они. Скоро все изменится. Общество сегодня, оно недостаточно еще мобилизовано. То есть оно настроено скептически. И кто-то настроен скептически. Ну мы знаем, какая у нас власть. Гаки закручены. Все, в общем-то, крепко. Но все может измениться. И может измениться в результате событий на фронте. Событий на фронте они ждут. Ну, вернее, российского разгрома. Давайте вещи своими именами называть, да? Ведь именно, кстати, поражение, оно породит 100% очередную великую российскую кровавую смуту. Шанс утопить в крови российские березки. Я думаю, что вот такие прекрасные люди, как Гиркин и Губарев, вообще не будут сомневаться в этом ни секунды. Просто посмотрите на глаза Губарева. Не боимся. И к посадкам готовы. И понимаем, что можем и потерять своих соратников в случае начала смуты. Если это не глаза сумасшедшего, то чьи же? Ну, если честно, мы вообще совершенно не против этих планов. Только, господа товарищи, турбопатриоты, мой вам совет. Вы как-то не затягивайте. А ну даешь русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. И знаете что? Давайте побыстрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова